всем привет это опять наш оппозит технохаус русский мотоцикл русский мотор вот смотрите в этой серии расскажем что мы будем делать с цилиндрами исходя из того что поршень у нас имеет определенную длину а ход у нас 73 эти гильзы они короткие вообще ход цилиндров здесь маленький поэтому нужно будет вытащить из до 16 вот такие удлинители рубашек и потом их одеть вот эти вот части потом запрессовать гильзу и обрезать все сюда втулки втулки придется точить новые эти не пойдут так как у нас палец на 20 это по 21 поэтому ну и доделаем шатунный коленвал у нас готова головы готовы нам нужны цилиндры и картер ну и поставить маслонасос все собрать завести в общем задача простая я думаю что за два-три месяца управимся детали мы вытащили этот д-16 не знаю нет материал очень нравится обрабатывается хорошо по жесткости все вытащено в допусках поэтому еще с погреем оденем будут такие удлинители вот эти выступы сделаны специально чтобы они картер двигателя садились и здесь в резинку потому что здесь водяное охлаждение сделаем все по уму вытащили четыре втулки бронзы уже поэтому мы их запрессуем развернем разверткой подгоним почему четыре ну на всякий случай если испортится чтобы были запасные погнали так ну для того чтобы это все посадить на горячую нам надо будет например горелки можно взять большую конечно но и теплые варежки чтобы замерзнуть так ладно где на всякий случай медную кувалду . возьму стать медная кувалда дорогая килограмм килограммовая кувалда стоит около 7000 можно было конечно с азотом заморочиться и через азот это сделать но я намазал лактайтом тогда нужно было лактайтом мазать вот эту деталь потому что на холодную не на не нанесли бы лактайт он бы не сработал так как нужно я намазал только нижнюю часть для герметичности а если бы нанесли на эту то деталь протащила бы ее до самого конца и она бы встала я думаю раньше чем нужно поэтому лучше погреть вот это бандажное кольцо посадка где-то десятку полторы получает главное чтобы после посадки не лопнула если не лопнет значит будет работать уже мотоведь начинает раз начинает мотоведь иначе температура за которую нам нужно это градусов 200-300 ой какая она тяжелая это остужать потом все проверим вот про то что я говорил вот лактайт нанес прям немножко немножко на самый край цилиндра только для герметичность проверим если после остывания не мог значит мы сделали все правильно горелки греют маленько по-разному это более производительное получается вот пламя когда пламя отскакивает вот такое красное это значит вот здесь еще не догретый алюминий здесь уже перегретый то есть если пламя вот такой красный отлетает то это уже градусов 400 в алюминии есть 350 если вы поймали такое красное пламя то можно уже смело садить ну вот сделали продолжение цилиндров теперь хода поршня нам точно хватит теперь останется вырезать гильзу на координатную и уронить туда вот эти гильзы так или как я и говорил нам повезло что у нас били с порогом вот этот верхний порожек конечно потом мы их обрежем но сейчас это получаем такие цилиндры гильзы нам хватает теперь хода хватит можно делать двигатель дальше и расточить у нас места тоже хватит но не лопнуло уже хорошо готовим цилиндры дальше так вот привезли цилиндры старейшим мудрейся на на эти вот старейшие станки причем это же немец да? нет это так для прикола для прикола самогребовский наш самогребовский я уже думал правда немецкий это такой для прикола у нас для Сергея нам будет растачивать под этих гильзи у нас таких станков нет поэтому что-то делаем на стороне будем надеяться что все у нас получится так цилиндры отдали на расточку не на расточку а на гильзовку после гильзовки обточим обрежем лишние гильзы и отдадим на расточку и хайнинговку под поршни которые у нас есть подкованные сейчас вот эти втулки это 21 палец втулки палец у нас 20 поэтому заколачиваем новые этот размер у нас я их немного проточил они палец 20 палец 20 0,1 то есть еще десятку нужно разворачивать здесь я подточил на своем станке так здесь у нас 24,0 здесь у нас плюс 4 сотки здесь где-то так же плюс 4 сотки 5 этого натяга хватит чтобы их задавить потом развернем вот этой разверткой конечно развертка это не акти какая но я скажу так что ее отдавал на шлифовку ее подзаточили то есть это не та развертка что с магазина которая не пилит а это вот если видно то стружка с нее даже сейчас летит и причем стружка не рвет как обычно эти эти развертки они закусывают и вырывают куски а это плавненько по сотке выгрызает вот уже одна сотка в плюсе то есть это строгает как надо в принципе если вот видно пыль видно пыль скребет она отлично если их заправлять правильно то скребет она отлично ну пойдемте так мы погнали сейчас укольчик поставим нужно было на гидравлическом прессе но тут-то я нормально сейчас закрою второй ответственные детали я почему-то побаиваюсь давить на гидравлическом прессе не чувствую я его а вот этот пресс этот ручной всегда можно понять если пошло что-то не так теперь выступающей части сошлифовать втулок развернуть все готово ну вот так протачивается посаженная гильза горячая на горячую она засажена 7-8 соток посадка нужно протачивать выравнивать шлифовать все поршни 96,7 люпки обрезать точу хонингуем на прицелиндер гильзы уже готовы уже посажены обрезаны теперь уже даже расточены вот этот размер но их нужно отхонинговать иначе они еще не садятся мерим сергей сергей промеряет чтобы сохранить цилиндричность чтобы не было элипцист и конечностей элипци и конечностей закончили мы заниматься цилиндрами цилиндра получилась получились на редкость хорошими то есть засадили с полками чугунные гильзы внутрь здесь были 81,5 поршни доставать не буду 81,5 удлинили мы здесь вот эту часть гильзы и засадили сюда большим диаметром в общем сейчас 96,7 поршни кованые плотненько вот у нас так это такое цилиндропоршневая группа получается внутри я не знаю видно будет отхенинговал Сергей у нас есть специалист потом дядя Володя у нас есть еще один специалист который который все это дело шлифанул сверху потом с головами мы это все дело сделаем то же самое поршень как все сделаем точно так же головы теперь будем заниматься цилиндропоршневая группа есть сейчас завтулины бронзой под пальцы под наши требования шатуны ну все приступаем к блоку все у нас есть коленвал у нас есть это для оцифровки пятнышки его оцифровали чтобы сделать для него чертеж сделали маленько по шорстке обычно сначала делают чертеж а потом изготавливают коленвал но у нас получилось несколько по другому сначала мы сделали коленвал а потом оцифровали и изготовили чертеж но ничего не поделаешь так ну вот все что у нас на данный момент имеется уже в готовом виде ну плюс плюс головы сил 0 0 или 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Продолжение следует...